так значит добрый вечер кто-то кстати еще идет это не не обращаю внимание сегодня с одной стороны в преддверии шивота мы вполне резонно что мы обратимся книге руд который раз праздник шивот читают вот а кроме того это как раз хороший повод для того чтобы окончить разговор о давиде то чем мы занимались последнее последнее время хотя казалось бы чисто такой нарративной точки зрения книга руд предшествует повествование о давиде но как я попытаюсь сегодня показать судя по всему в реальности дело обстоит наоборот но начнем я не буду пересказывать сюжет книги руд он я думаю большинству присутствующих известен а тому кто кому он не известен я очень рекомендую эту книгу прочесть люб на любом языке она короткая всего четыре главы много времени не займет но это как свое время скобках отмечу лев толстой говорил что повесть лермонтова тамань маленькая повести в печоринском цикле герои нашего времени это жемчужина русской литературы так вот можно сказать что это маленькая навела рут она в смысле одна из жемчужин литературы библейской танохической вот значит но я обращу ваше внимание прежде всего на то что казалось бы книга руд построена как такое своего рода историческое повествование потому что несмотря на на замкнутость на определенной семье и в этом смысле это казалось бы очень сильно сужает историческую перспективу в конце концов действительно новелла посвященная некой семьи но она начинается исторически и заканчивается исторически она начинается с утверждения что все это происходит вполне определенную эпоху имей фотошофтим сказано на юрите то есть в эпоху судей и заканчивается а эта эпоха мы и обсуждали собственно та эпоха которая отражена в одноименной книге судей и в начале книги шмуэля то есть до воцарения первого царя шауля и заканчивается книга руд тоже некоторой перспективы генеалогической и сообщает о том что в результате происшедших событий описанных в нашей новелле в нашей книге родился царь давиде то есть как бы есть некоторая историческая историко-хронологическая рамка у этой книги и не случайно скажем в септуагинте в изводе септуагинты в каноне септуагинты она помещена сразу же следом за книгой судей естественным образом она как бы является вроде как смычкой между книгой поискующей об эпохе судей и книги в которой центральное место будет занимать давид я конечно невозможно было бы вставить непосредственно перед рассказом о давиде потому что это отдельная книга но она как бы так стоит мудрецы тоже говорят о том что у трех книг один и тот же автор книга судей книга руд и книга шмуэля написаны пророком создана пророком шмуэлем хотя тут же добавляют что начиная с того момента когда шмуэль умер это уже дописывалось другими но так или иначе так или иначе в септуагинте книга расположена там где и казалось бы надлежит быть а вот в нашем изводе то есть в масорецком тексте она как раз расположена в разделе писаний и это как бы для нас является своего рода первой некоторой лампочкой на которую мы красной лампочки на которую мы должны обратить внимание я не буду слишком сильно вдаваться вопросе канонизации но в двух словах скажу что на сегодняшний день совершенно принято я почти всеми можно сказать гипотеза состоящая в том что трехчастное отделение танаха отражает процесс его канонизации то есть в этом в этом смысле первое первыми были канонизированы книги торы затем пророческий корпус исторический корпус пророческий корпус и потом то что входит в раздел писаний помимо прочего это подтверждается еще и тем что конце эпохи второго храма касательно раздела писаний не существовало четкого консенсуса что в него входит что он себя включает иногда его называли другие книги иногда называли все остальное так такие термины мы встречаем например в предисловии внука бен сиры книги его деда в кумране похоже похожий термин появляются остальные писания вот а иногда как раз выделяется одна единственная книга из всех и говорится говорится тора пророки и давид подразумевая под этим по всей видимости книгу или значит и тот факт что книга рут оказывается в разделе писаний приводит нас к выводу пока что тентативному но все таки к выводу что это произведение не могло быть создана одновременно с произведениями пророческого корпуса иначе бы она действительно туда вошло а то обстоятельства что в масорецком тексте книга рут входит раздел писаний обозначает что к моменту канонизации этой книги раздел писаний был раздел пророчеств пророческого корпуса пророческий корпус был уже закрыт он был как бы запечатан канонизирован и в него уже ничего нельзя было добавить в типа агенте отношения к канону гораздо более гибкая порядку книг и собственно к тому как как книги этот канон включает так что это первый момент на который следует обратить внимание когда мы задаемся вопросом о том что же такое книга рут теперь следующий момент следующий момент тоже довольно таки существенный дело в том что книга рут ну как бы стать она представляет собой помимо прочего что действительно замечательная просто более чем ароматное произведение еврейской литературы она является ну чуть ли не таким живым цитатник количество количество аллюзий отсылок к текстам танаха зашкаливает в этой книге я приведу несколько примеров постоянное обращение к рассказам книги барышита которых мы еще будем чуть ниже говорить скажем рассказ о сватовстве ривки рассказ о дочерях лота рассказ об иудее тамар и другие тексты и меньшей степени книга рут обращается и к пророческому корпусу например явно есть отсылка к одному из текстов пророка исискеля книга рут соотносится и с законодательным корпусом в ней есть отсылки одновременно книги воикра и книги говорим касательно закона значит можно найти книги рут и всякие связки например с пешит хайл из из книги мишлей переклички с книгой поскольку одна из героинь она довольно значительной степени напоминает нам его и другие тексты и о чем это собственно говорит что в такой маленьком произведении в очень маленьком произведении есть такое баснословное количество отсылок аллюзий разным панахическим текстом это говорит о том судя по всему что автор этой книги эти тексты знал и мог ими свободно пользоваться а значит по всей видимости он писал свое произведение уже после того как эти тексты были созданы или одновременно с некоторыми из них значит другой пример в этом плане есть один псалом который читают читают в шаббат 135 псалом которые если приглядеться он является каждый его стих каждый его стих является цитатой какого-то другого текста иногда других псалмов иногда книги книги шмова иногда книги пророка ирмиял обычно это приводит комментаторов и исследователей мысли о том что этот текст является свой род такой антологии и он как бы опирается на предшествующие тексты отсюда соответственно тоже вывод что книга рут по всей видимости является текстом не ранним не ранним никак и наконец третий последний момент на который я хотел бы обратить ваше внимание и который является ну в смысле решающим моментом для датировки книги рут это момент языка язык является очень часто как бы той той чашечкой весов тем грузом на чашечке весов которые уже перевешивают все остальное начинает сказать что язык не герут стилизуется под архаику он как бы герут в значительной степени подражает тому как написаны рассказы и гибрешит использует те же обороты очень часто подобно этому устроена также нарративная рамка книги его там тоже автор стилизуется под книгу бы решить вот но при этом неоднократно получается так что появляется некоторые слова формы которые явно выдают позднее происхождение авто я приведу несколько примеров слишком углубляться в это для меня довольно интересную тематику но буквально несколько пример скажем в герут используется оборот который мы сегодня все живет в израиле все кто знает разговорный иврит мы все его тоже хорошо знаем на сайт и шаг сайт и шаг это жениться значит такого оборота классическим местами видите не существует если вы посмотрите скажем как это обозначается книгах торы хранить пророков то вы увидите что оборот используемый для этого этого каха тиша на каха тиша на сет и шаг это оборот который мы наблюдаем в поздних книгах как например книга эзры и впоследствии этим оборотом пользуются и мудрецы то есть в мишне и в галактических мидрашах это из этот оборот используется теперь другой пример использование корня 1 1 агон на который обозначает жизнь без мужа но при этом будучи привязан женщина привязана к семье своего умершего мужа и это как бы целая структура значит мудрецов талмуда появляется такой термин агуна на вот как раз то такая женщина которая фактически не может снова выйти замуж значит кроме того там скажем и герут используются всякие арамейские выражения не то чтобы арамейских выражений нет предшествующей литературе но как известно как раз период в период изгнания и плена влияние арамейского многократно усилилась потому что он был собственно говоря те времена тем же самым чем сегодня является английский вот и в книге руд очень много таких выражений этом скажем надеется глагол надеется в книге руд обозначается термином корнем синбет рейш собор значит это корень арамейский пришедший вред из арамейского скажем выражение такое исключительное выражение которое появляется только в книге руд на этот район на все кто знает иврит сразу же понимают его значение район это данном случае это соотносится с богом бог дал беременность руд теперь это выражение нигде не встречается в классическом иврите классическом иврите есть выражение забеременеть и когда речь идет о будет и говорят что бог открывает чрево женщины теперь вот это выражение на третий район это буквальный перевод с арамейского буквальный перевод с арамейского а вы и дуи и он встречается например в переводе он кило акторе опять же я мог бы еще много довольно приводить всяких примеров которые явным образом показывают что несмотря на все попытки автора книги руд стилизоваться под древний архаический язык он время от времени себя выдает и очевидно что язык книги руд это язык для произведения начала эпохи второго храма и постпленной эпохи теперь к чему это собственно нас приводит а здесь мы вот этих внешних сторон вернемся к сторонам содержательных книга руд конечно является чем-то абсолютно исключительным в контексте библейской литературы потому что главной героиней является мообитянка вообще не часто встречаем библейские тексты где бы главным героем являлся бы инородец инородцы появляются конечно но вот так чтобы они затмевали собой еврейских персонажей этого в общем нет здесь это происходит мало того что это происходит здесь к тому же когда он следует добавить что сам выбор нашего автора превратить главное сделать главной героиней моавитянку это выбор чрезвычайно рискованный потому что отношение к муаву в танахе крайне негативное в основном как правило крайне негативное мы встречаем это помимо того что описывается войны с моавитянами и с соседним более северным народом аманитянами которые жили за иордании постоянно описываются войны и конфликты и попытки каким-то образом их починить себе но кроме того у нас есть два текста в торе которые недвусмысленно выставляют эти народы таком ну я бы сказал позорном свете один из этих текстов тот который я уже упоминал это история лота и его дочерей которым дочери лота с тем что убить уверившись том что не осталось больше мужчин на земле решают переспать собственным отцом с тем чтобы родить от него сыновей что и происходит и кто же рождаются рождаются эпонимы то есть прародители двух народов один из них моав другой из них амон то есть как бы рассказ хочет нам стать что эти народы произошли в результате инцеста запрещенных связь а второй текст второй текст он находится в дворе это закон который запрещает маме тянам и амонитянам входить как там сказано в общество господня 23 главе книги дворе и причем навсегда запущен и что это буквально значит входить в общество господня это не так уж очевидно есть разные объяснения разные комментарии в в роминистической литературе утвердился комментарии утвердилась понимание этого текста как запрещение брака с ними но это совершенно не обязательно единственное понимание скажем в кумранских текстах мы видим другое понимание именно что и этим людям запрещено входить на территорию иерусалимского храма похоже что это же понимание зафиксировано в первой главе книги их а там это упомянуто и любопытно что есть мидраж в котором рассказывается о том как мы обитяне монетяне когда был разрушен первый храм ворвались туда и говорили где написано что мы обитянина монетянин не войдет в общество господне сейчас мы сожжем этот текст значит вот как бы существует и такое понимание но как бы там ни было как бы не понимать этот текст еще к этому вернемся но как бы его не понимать очевидно что это народы как бы ну выставляемые в крайне и в крайнем негативе и вот автор наш выбирает именно мы обитянку на такую роль это удивительно более того мало того что он выбирает на обитянку на такую роль но он производит от нее такую фигуру как царь давид что является самому по себе довольно скандальным делом и на это последствия реагирует опять же мудрецы толмуда и в трактате и вам от приписывают давиду большую заботу о том что у него прабабка мавитянка и что с этим делать как с этим быть может быть он вообще не может быть частью народа израиля значит следует кстати говоря отметить что сам по себе факт вот этого этой генеалогии известен как я уже говорил в прошлый раз только из двух источников из книги рук и из книги хроник времени значит книга шумуэля ни словом не обмолвивается о том что давид каким-то образом со стороны каких бы то ни было предков происходит из мава а про его мать как мы уже говорили мы вообще ничего не слышим книги шумуэля есть только отец и шай который из бейтлехема а вполне уважаемый гражданин а что касается матери то она упоминается не как отдельная так сказать единица а а вместе с отцом один-единственный раз действительно в связи с муавом но как мы тоже это обсуждали что давид спасаясь от шауля проходит мимо муава и говорится там оставляет свою родню частности своих родителей там на то время что он вынужден скитаться как акт который должен явиться ответом на ту милость которую давид оказал что это за милость непонятно поскольку об этом опять-таки больше нигде не рассказывается ни в одном месте мудрецы долмуда опять же как-то пытаются это объяснить вот и и связать муал с амоном вот ну в общем как бы нигде больше о связях давида с муавом ничего не рассказывается и очень понятно на самом деле кто у кого позаимствовал автор книги руд у автор книги хроник хотя книга хроник судя по всему было написано позже но генеалогические списки вполне возможно являются бы совершенно автономную часть первые девять глав и уходит своими корнями какие-то более древние традиции правда книга хроник ничего не говорит о руд и ничего не говорит о муаве она только утверждает что предком давида был босс один из героев книги руд собственно тот человек который женился на руд вот так что есть те кто считает что автор книги руд заимствовал эту генеалогию расширил ее и добавил к ней вот этот вот это недостающая материнское звено значит почему он это сделал вот это вопрос который который не может не волновать если мы вглядимся книгу руд и подумаем на минутку об этом образе ну я бы определил руд как еврейскую антигону наверное вы многие из если не все из слушателей так или иначе знакомы с этим античным сюжетом по мотивам которого софокол написал знаменитую трагедию антигона на это героиня долга которая готова пожертвовать своей своим благополучием во имя того чтобы долго исполнить софокол в этой истории она упорно хоронит того из своих братьев которые пали во время междоусобной войны по поводу которого ее дядя отдал приказ не хоронить его обросить на съедение зверям в поле вот она его хоронит потому что считает что божеский закон выше закона государственного и она готова рискнуть всем ждать и и в самом деле гибнет чтобы этот божий закон исполнить не грудь не имеет такого трагического накала не все кончается хорошо но сама героиня которая называется в одном месте и термин используемой книгой мишелей для обозначения идеальной женщины вот это сама сама рут представляет собой действительно вот как бы образ женщины долго которая вспомним во первых когда умирает ее муж с нами вопреки все всем соображение рациональным соображением пользы отправляется вместе снова ми в бейтлехе милдейский хотя ничего хорошего этом не ждет но вот просто из личной преданности в семье и как там сказано из меданности богу богу своего мужа и своей свекрови и потом тоже она ведет себя соответствующим образом она исполняет просьбу и рекомендацию своей свекрови приходит к тому же базу с тем чтобы заставить ее взять себя замуж вот и делает это не не то чтобы по какой-то горячей любви я любви в этой книге не говорится а опять же из чувства долга чтобы восстановить имя своего мужа умершего в надели как-то формулируется как бы перед нами героиня долга теперь я хотел бы сейчас действительно обратиться к нескольким интер интертекстуальным перекличкам которые встречаются книги рут нас продвинет каким-то общему видению книги рут и пониманию того когда и почему она создавалась вот но перед этим если есть какие-то вопросы или замечания то можно их сейчас как раз задать маленькие замечания просто я всегда думала шантигонная тарицпо батая что 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 то параллель синтегонная тарицпо батая ну можно конечно да ситуация похода я согласен совершенно рецпо батая которая описана в книге шмуэля это гораздо более точная параллель к антигоне потому что она действительно значит как бы не может смириться с тем что ее правда не не брата дети но дети не похоронены я согласен с этим как бы здесь мы параллель как бы более далекая с рут и менее точная но все-таки как бы героиня долга я думаю что это вполне подходит значит теперь как я уже сказал несколько интертекстуальных перекличек которые значит нам как бы дадут определенный ключ к пониманию книги рут я мог бы много разных текстов здесь привести но времени у нас не так много и поэтому я ограничусь несколькими тем более что они действительно известном смысле тексты ключевые для понимания книги рут я их уже упоминал это с одной стороны рассказ о дочерях лота а с другой стороны рассказ об иудеи тома оба книги барышей теперь почему они ключевые для понимания книги рут потому что результате истории дочерей лота ради рождается предок крупного связь самая непосредственно и прямая а с другой стороны сама книга рут напрямую говорит о том что босс был потомком переца сына иуды родившегося в результате его соединение со снохой тамар и поэтому оба эти рассказа они каком-то смысле должны бросить отцвет на историю рут и что-то не прояснить значит при этом я хочу сразу же подчеркнуть чтобы эти рассказа не являются собой некоторые скандальный историю что происходит в истории с лотами его дочерями лот и его дочери спасаются из уничтожаемого содома кстати там погибают два мимоходом упомянутых зятя лота равно как и в книге рут умирают два сына на уме которые женились на двух женщинах рут и орпе так вот что лот со своими дочерями спасая с двумя своими дочерями спасается на горе дочери как я уже говорил полагают что не осталось больше мужчины поэтому старшая дочь инициирует некую чрезвычайно рискованную акцию лечь собственным отцом опаив его предварительно опаив и таким образом родить от него сыновей и это собственно говоря и происходит младшая дочь младшая сестра слушает старшую и ночь за ночью они к нему приходят это тоже находит определенную параллель книги рут поскольку там правда не две сестры а свекрови невестам свекровь толкает невестку на то чтобы пойти ночью гвозу который находится на гумне и и что тоже существенно он выпивает но при этом надо отметить когда мы наблюдаем какие-то сходные черты не немедленно упираемся довольно существенное отличие значит но она мне не предлагает рут а поить база она предлагает и подождать пока тот выпьет и у него станет хорошо на сердце босс выпивает сам это такое первое кардинальное отличие второе еще более важное кардинальное отличие стоит в том что хотя ирут находится рядом с мужчиной на гумне и там действительно сама терминология словесная подчеркивает это и шиша мужчина женщина тем не менее она ложится у его ног значит рут вовсе не пытается переспать с бозом а лишь привести к тому чтобы он проснувшись обнаружил ее и это привело бы его убеждению что нужно взять ее в жон а то есть мы видим что рассказы с одной стороны похожи они имеют некоторые общие мотивы а с другой стороны они очень сильно разнятся та же самая вещь происходит и с происходит и с рассказом у быудеи тамар который помимо прочего и близок сюжету книги рут из-за одного из законов которые я скорости упомянул закон и бум ливератный брак состоящий в том согласно книге говорим состоящий в том что если братья есть семья где есть несколько братьев один из братьев умирает бездетным то следующий брат должен взять жены в его жену его жену родить ребенка который будет формально считаться сыном умершего даже не формально как бы так сказать с тем чтобы восстановить его имя это не просто какой-то формальная это некий залог бессмертия того что человек не уходит без да и это ровно тот сюжет который разрабатывается в рассказе людей там а умирают дети один за другим будучи женатыми на этой самой тома сначала которого зовут р потом человек которого зовут онан и кстати имена у них мудрецы талмуда видели в них некоторое внутреннее внутреннее содержание толковали р от слова бездетные онан тот который находится в горе в трауре от слова он также точно и умершие дети нооми в книге руд махлонов и кильон чтобы не обозначали их имена реальности этим логически но судя по всему они были как бы истолкованы связи с каким-то таким зловещим содержанием кильон так по крайней мере опять же это видит мудрецы талмуда кильон от слова клая уничтожения махлона слова махала болезнь повторяю это нереальная темология этих имен но тем не менее то есть мы как бы обнаруживаем здесь переклички я напоминаю вам что иуда и убоявшись того что мужья умирают из-за своей жены она что называется традиции вести шак от ламит такая инфернальная убивающая своих мужей женщина вот он не дает ей третьего своего последнего сына шину и вот тогда-то тамар решается на такое очень на при этом опять же параллель с книгой руд иуда отсылает ее в дом своих родителей она идет туда но они тоже пытается отослать руд домой в самом начале свитка в самом начале книги но руд правда отказывается сразу же как бы наблюдается отличие вот теперь что делает тамар рассказ как известно тамар одевается как блудница одежда блудница садится у дороги и обманывает таким образом еуду который проходит мимо он принимает ее за блудницу испытывает невожделение и в результате этого общения так сказать там тамар беремене это становится известно иуде он ее сначала хочет предать сказни через сожжение будившую но когда выясняется опустой некоторые подробности когда выясняется что на самом деле его дети иуды то он как бы говорит такие очень известные слова цадками менее она правее меня на право и рождаются вот эти два сына перед цезерах один из которых предать голоса значит и если мы сравниваем этот сюжет с тем что рассказывать о книге руд то помимо вот этих точек соприкосновения которые уже указал следует отметить что есть нечто подобное либератному браку не буквально либератный брак сейчас я этого коснусь но как бы босс вроде как должен взять руд в жены потому что он близкий родственник ее умершего мужа и тогда если родится сын то будет восстановлено имя этого умершего бывшего мужа руд в наделе его то есть те же самые выражения которые встречаются в законе олибератном браке книги дворим книги второзакония но опять же различия отличия бросаются в глаза руд идет в базу переодевшись опять таки тоже но вовсе не блудницей она переодевается невеста там это не говорится напрямую но делается на это фактический намек когда ноами посылает руд и кстати руд это делает не по своей инициативе как я уже говорил об инициативе своей свекрови и но они посылает руд и говорит ей ты должна пойти вот этому человеку бозу после того что ты как там сказано ты умоешься умостишься наденешь нарядное платье на себя и тогда пойдешь к нему это такая скрытая аллюзия к к одному из стихов книги пророка и хискеля которую я уже упоминал в связи с тем что книга руд текст интеллектуальный так вот книги пророка и хискеля в 16 главе там где описывается в форме метафоры взаимоотношения между богом израиля и народом израиля как отношение жениха и невесты там в частности говорится я мыл тебя водой я дел тебя тот же самый ряд глаголов и говорится и ты стала моей да то есть это одежда невесты руд идет как невеста к бозу кроме того опять же несмотря на то что преследует она ту же цель что и там а а именно не пресечь свой род роды она делает это гораздо более целомудренным образом как мы уже сказали она не приводит тому что босс прямо там же на месте берет а постепенно его к этому подводит потом уже на следующий день у ворот происходит некоторая процедура в результате которой церемония в результате которой руд становится женой болозы то есть чем к этому можно еще добавить то что еще одна связующая здесь линия состоящая в том что в истории стамар дети иуды один за другим отказываются от того чтобы она имела детей не хотят этого каждый по своей причине и книги руд есть такой же персонаж более близкий родственник чем босс которому предлагается взять руд зоны и он отказывается от этого к тому же следует еще сказать что тамар судя по всему героиня опять же инородкой хотя уже начиная с юбилеев втором веке до новой эры пытались ее так сказать превратить если не в еврейку то во всяком случае часть семьи арамейского крыла семья в рама судя по всему по простому скорее всего является она не значит так что опять же есть некоторая параллель с руд которая является сама обитянка значит но при этом вот эти отличия они очевидно приводит нас выводу что автор книги руд отталкиваясь от этих рассказов создает некоторый альтернативный образ как это должно быть да вот то как это происходило в случае лота и его дочерей в случае иуды и тамар это сценарий который можно задним числом оправдать потому что делалось это вроде как во имя благой цели рождения детей есть так сказать смягчающие обстоятельства но в обоих случаях женщины действовали мало того что рискованно но очевидно об обход божественных законов в отличие от них руд действует исключительно в рамках божественного закона и соблюдает все законы скромности и приличия и и таким образом награждается тем что становится женой боже здесь как бы я хотел бы еще буквально несколько слов сказать о законах которые здесь упомянуты герут создает некоторые конгломерат двух разных совершенно законов и комментаторы пытается дать каждый свой ответ как-то получилось вот потому что есть два совершенно автономных закона один книги дворим один книги воикра книги дворим закон как я уже стал оливератном браке а в книге воикра закон о выкупе о выкупе земли земельного надела который попал в чужие руки и этот закон называется термином геула что происходит книги руд книга руд казалось бы основывается на законе оливератном браке но называет это все термином геула искупление или вызволение и как бы эти два закона соединяются смешивается в один то есть с одной стороны благодаря браку воз с руд сохраняется за семьей надел семейный надел который но мы вынуждена была из нищеты продавать а с другой стороны руд выходит замуж за боза рождает ребенка которого зовут овэд и он становится тем сыном который хотя и в самой книге руд не называется сыном умершего мужа руд махлона но вроде как бы это это вроде как бы некоторое действительно воплощение приблизительное воплощение закона оливератном браке хотя в самой книге ребенок называется сыном номер свекрови руд а вот по поводу нее говорится что родился сына нами то есть как бы автор книги руд достаточно свободно оперируют этими законами перемешивает них изменяет соответствии с развитием сюжета который он продвигает что тоже на мой взгляд свидетельствует позднем характере этой книги здесь мы собственно говоря подошли к тому к вопросу о историческом контексте значит что же собственно говоря каково послание автор книги руд я говорю сейчас несколько кратко может быть в начале следующего занятия мы еще каким-то деталям вернемся но но я бы все-таки хотел бы наметить какие-то линии значит и так идеальной женщиной героини герут является рук маовитянка повторяю все как бы нити все признаки ведут тому что произведение создается в начале эпохи второго храма и мы знаем что именно пленная и пост пленная эпоха положили начало некоему так сказать не конфликту но пока имели спору касательно границ открытости еврейского народа значит не то чтобы этого не было совсем до сих пор мы видим законы торы которые запрещают израилю заключать браки с хананийскими народами на землю которых израиль приходит но в целом как бы эта проблематика не является чем-то особо актуальным до ухода в изгнание а тут она становится весьма и весьма актуальна и в частности это проявляется в том что когда вернувшиеся через примерно 50 с лишним лет из плена где сталкиваются с некоторым населением на территории на территории земли израиля который является собой судя по всему миру смесь тех которые не были угнаны не были изгнаны и тех которые были пригнаны сирийскими властями в свое время на территорию самарии и создается такое такое вот смешение разных племен и народов которые наверное положила начало той общине которая впоследствии получила название самаритян и начинаются трения поскольку заключаются смешанные браки и вот с этими смешанными браками в некоторых другах начинается беспощадная борьба значит как бы вот знаменем этой борьбы являются в тонахе две фигуры именем которых названы две связанные друг с другом книги это писец изра с именем которого помимо прочего связывают обычно процесс канонизации торы и на персид на месте еврейский наместник персидского царя на химия который помимо прочего отстраивает русалимскую стену как бы фактически воссоздает город иерусалим и нормальный жизненный уклад для вернувшихся это происходит все это происходит примерно в середине 5 века до новой эры уже отстроен второй храм и борьба это со смешанными браками она приводит собственно говоря к тому что делаются попытки развести семьи как это описывается книгах эзра и на химии развести семьи теперь не только с вот этим населением которые я упомянул заключаются братья похоже что братья заключается из остатками филистимлян которые живут в аждоди они называются книги на химии эти женщины аждодио но к этому присоединяются судя по всему как бы в качестве такого своего рода прота мидраша присоединяются еще ряд народов среди них ханаанские народы которые уже тому времени перестали прекратили свое существование все они объединяются в некоторой единое целое и честно в частности в частности говорится здесь я цитирую приходят его помощники говорят что народ согрешил они и более того согрешили кухня и левиты которые берут себе жены женщины из канонеев из хитеев из призеев его сеев то есть народов повторяя которых уже нет но одновременно упоминается аммонитян и аммонитян и египтян и судя по всему это митян вот они берут этих женщин и смешивают святое семя с народами этих земель и тем самым скверняют святое семя на сказать что здесь мы видим такое очевидное отличие аргументации против смешанных браков если сравниваем это с текстом торы в тексте то в текстах торы говорится о том что нельзя заключать братья с хранениями потому что они могут увлечь за собой свое своим своим культом поклонению другим богам а здесь говорится о том что по определению речь даже не обязательно идет о каких-то религиозных вероисповедальных вещах по определению святое семя израиля не должно смешиваться с этими народами так вот так вот этому судя по всему противостоит другое направление которое ведь предлагает некое иное видение взаимоотношений народа израиля с окружающими их народами чем состоит это мир что если люди эти эти народы искренне хотят присоединиться к израилю и стать его частью служить богу израиля и исполнять его законы то тогда им открыты врата это еще не совсем гиюр в том смысле как он термин использует мудрецы талмуда но это нечто подобное на в книге и шаяу в той ее части которая создавалась в эпоху второго храма что называется на академическом жаргоне вторая сая есть очень известный такой отрывок где пророк от имени бога говорит пусть не скажет инородец присоединившийся господу отделил меня господь от своего народа но говорит он дальше те инородцы которые присоединяются господу служить ему и любить его и быть ему рабами всякий кто будет соблюдать субботу и придерживаться завета его моего я приведу их на свою святую гору и буду радовать их своем в доме своей моей молитвы и жертвы будут не угодны ибо мой ибо домой наречется домом молитвы для всех народов такое довольно острое высказывание конечно потребует отдельного обсуждения чувствуешь сегодня мы в это не уложимся но я просто хочу как бы завершая этот итог рассуждений сказать что книга руд судя по всему примекает вот к этому к этой ветви центральной героиней становится маамитян как раз представительница тех народов по поводу которых изра говорит что с ними ни при каких условиях нельзя заключать братьев и вот как бы автор создает образ идеальной героини принадлежащие к этому народу присоединяющиеся к богу израиля ибо книга руд еще до того что руд становится женой воза утверждает недвусмысленно что это это ее цель руд произносит своего рода клятву на верность и говорит следующие слова очень известные я не уйду от тебя говорит ананомии пойду туда куда пойдешь ты буду спать там где будешь спать и твой народ мой народ мой бог твой бог мой бог а вот эти известные слова значит поскольку выходит то я по крайней мере скажу как мы продолжим эту тему следующий раз и дам и несколько минут на вопросы во первых я сделал заявку что по поводу книги руд как прото-мидраж в чем это заключается это мы увидим следующий раз я смежу это с текстами хазаль смешной из мидраж и мидражом из текстами стал муда значит возможно что книга руд действительно представляет собой никто не крепь первую ласточку в этом направлении кроме того хотя это выйдет за рамки нашего курса я в двух словах расскажу о своем личном отношении книги руд которая результате вылилось некоторые написанный текст связаны с этой книгой но об этом я тоже буду говорить уже следующий раз и сейчас если есть какие-то вопросы и замечания три самое время задать можно мне конечно замечать я ни в чем не совершенно не не хочу возразить по поводу того что действительно образ такой скромный идеальный замечательный руд но в том же самом ключе я хотел почерпнуть важность возле самого который без него это все бы без того что есть такой мудрец скажем израильский который несет эту идею принятия других народов а кроме всего прочего он тоже особенно по сравнению с теми двумя историями которые до упоминала начали он ведет себя иначе мне кажется это прямо не сказано про иуду но он тоже в общем то чему она выбирает когда возвращается стрижки скота потому что естественно там радуются в разные ты выпивают он тоже наверное был выпивши то есть мне кажется эта тема всюду она проходит и и и при этом в тех двух историях что там существенно что иуда не знал с кем он иметь дело интересовался и илод был в таком состоянии что не интересовался с кем он имеет дело и то что выделяет именно бой за что он первым делом стал интересоваться кто ты человек отдает себе отчет что он делает и с кем он имеет дело это вот знание но очень сильно контрастирует мне кажется здесь играет большую роль согласен полностью могу еще к этому добавить то я в свое время сказал самом начале что помимо прочего гарут апеллирует их рассказу о сватовстве рифки так вот есть по крайней мере два момента которые бросаются в глаза во первых упоминание такое такое чертика хэсэн да значит и там и там говорится что бог не оставляет своей милостью а во-вторых значит то чем что больше всего интересует раба авраама кто это девица которая вышла к нему талии талии она как который он ждет так что не всякого сомнения что это деталь который ты говоришь с одной стороны контрастирует с иудой и лотом а с другой стороны создает смычку с рабом авраам но я полностью согласен полностью принимает то что говоришь еще вопрос и хотел буквально очень маленькая если это можно несколько слов вот то что вся книга руд как бы заканчивается как бы переходом к описанию родословной который доводит до давида да впечатление что это как бы тахлес это задача все книги руд вот довести до этого финального конца и как бы получается вообще некоторая не знаю супер книга супер аллегория мало того что книгу руд читают как бы в шеволод правильно дарование тора то есть как бы супер еврейский праздник фундамент основания еврейского народа книга руда со всеми со всей проблематикой которые ты говоришь про бома витян более того сама книга руд как бы доводит до вообще говоря но я не знаю предисловие машиха то есть руд как бы должна была быть появилась до того чтобы вообще бы я появился маших получается какая-то супер женщина да правильно да вот какая-то супер вуман просто совершенно понимаешь и как бы опять же со всей проблематичностью в ее биографии но вот как бы знаки вопроса да вот мы попробуем на эти знаки вопроса в начале следующего занятия ответить когда я буду говорить о протомидрашистском характере книги руд окей я извини я может быть у нас мы сегодня ограничены по времени потому что дима давид должен уходить я извиняюсь я вижу что люди некоторые подсоединились сейчас мы же я недостаточно выделил сказать не сказал что мы сегодня в качестве исключения перенесли на час я извиняюсь если так произошло пожалуйста посмотрите в записи я прямо сейчас по окончанию выставлю это на канале или модру в ютюбе плюс хочу сказать что мы начинаем публиковать в дополнение к записям распечатки лекции то есть в текстовые варианты вот первая лекция этого курса как бы вводная о связи между мидрашом между мифом и она будет тоже опубликована типа сегодня завтра так следите за нашими сообщениям надо здесь все-таки подчеркнуть что это текст как бы скорее 100 процентов я это напишу да я это напишу обязательно укажу что это только когда текст не отдельная статьи текста это не отдельной статьи а дополнение к запи некоторые стенограммы если хотите сказать немножко обработанная поэтому все кто заметят у кого будут замечания в качестве каких-то опечаток возможно прочее пожалуйста пишите мы будем исправлять в любом случае мне кажется это имеет смысл эти текстовые распечатки они будут дополнительной помощью тем кто участвует в этом курсе окей давайте на этом сегодня закончим окей нет проблем всем большое спасибо всем счастливо до свидания как обычно опять наши занятия 8 они всем как сегодня это плохо исключительно случилось окей